Всем привет! Есть желание поделиться личной модернизацией, доработкой практически на сегодняшний день любого лазерного нивелира, который работает либо от четырех, либо от трех аккумуляторов или батареек. Суть данной доработки состоит в том, чтобы использовать имеющихся буквально у каждого человека в наличии подзарядку для мобильного телефона, для того, чтобы обеспечить бесперебойность работы этих приборов. Для этих целей подходит зарядка от любого производителя, то либо это Samsung, либо Nokia, даже можно использовать от iPhone, потому что сейчас на выходе у всех у них либо 4.7, либо 5 вольт. У меня есть два нивелира, как вы видите, один на 4, другой на 3 батарейки и в качестве примера я сейчас подключу и вы увидите, что данный способ очень хорошо работает. Итак, зарядка от мобильного телефона Samsung, параллельно подключил также телефон, если у кого-то возникнут сомнения. Соблюдая полярность, подключил к контактам лазерный нивелир и подключаю теперь в сеть. Видите, загорелся мобильный телефон на подзарядку. Разблокирую функцию маятника, фиксация маятника на лазерном нивелире. И, как видите, включился один луч и теперь два луча. Горизонтальный и вертикальный. Что же касается нивелира, который работает от 4 батареек, то также через вот это отверстие просовывался провод, подключался к контактам. И нивелир, который имеет сервопривод и 4 лазерные головки, также работал от зарядного устройства для мобильного телефона. Не только моя практика показала, что как я в данном случае использую лазерные нивелиры одного бренда, но и практика моих друзей, которые используют и китайские нивелиры, и нивелиры Bosch. Что буквально любая зарядка от мобильного телефона, от планшета, либо от фотоаппарата, но имеющая на выходе 5 вольт, подходит для того, чтобы обеспечить продолжительную работу и не зависеть от батареек. Стоит также сказать, что один из недостатков данного способа подключения, это то, что когда вы выключаете питание, то у сервоприводного лазерного нивелира происходит автоматическая фиксация маятника, а у механического можно забыть сделать механическую фиксацию. Поэтому нужно обязательно зафиксировать маятник после выключения. И теперь несколько вариантов, как можно сделать данное подключение не просто вот так вот проводами, а более универсальный, красивый и компактный. Для этого можно использовать либо вот такие вот специализированные разъемы, которые можно поместить внутрь корпуса, либо вывести кусочек USB кабеля. Для этого, когда вы работаете батарейками, вы батарейки извлекаете, затем этот кусочек кабеля, к которому подключен нивелир, подключаете к зарядному устройству. А в завершении этого видео отмечу еще один технический нюанс. Чем более мощный вы используете лазерный нивелир по потреблению, тем более с высоким выходным током необходимо иметь зарядное устройство. В данном случае у меня 0,55 А. На этом, собственно, и все. Конечно же, батарейки и аккумуляторы дают определенную мобильность лазерному нивелиру, но, как практика показала, необходимо про запас иметь и такой вариант подключения. На этом все. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok